Привет, студент! Только о самом важном и интересном в мире студенчества Республики. Ты смотришь Универ Ньюс и с тобой Оскар Галимов. Сегодня в выпуске. В Казанском федеральном университете наградили лучших юристов 2017 года. Казанский федеральный университет ожидает новое международное сотрудничество. Университет посетила делегации Республики Мальта. Иерусалим – столица Израиля, что изменит слово президента США. Президент США Дональд Трамп официально объявил Иерусалим столицей Израиля, а также заявил, что посольство США переедет в этот город из Тель-Авива. Несмотря на то, что физический перенос посольства – дело многих лет, решение Трампа уже с негодованием воспринято в арабских странах и может ударить по процессу мирного урегулирования. США официально признают Иерусалим столицей Израиля. Президент США Дональд Трамп заявил, что настало время объявить Иерусалим столицей Израиля. Он отметил, что пошел на этот шаг из-за того, что несмотря на два десятка лет от ложных решений, мы не приблизились к прочному миру между израильтянами и палестинцами. Решение о переносе столицы Израиля из Тель-Авива в Иерусалим было одобрено Конгрессом США еще в 1995 году. Однако каждый президент США накладывал вето на это решение. Оно было продиктовано нежеланием портить отношения с союзниками. Все предыдущие руководители США, какими-то они не были, они, так сказать, вот тот же самый Джордж Буш-младший, он тоже был абсолютно по-израильский руководитель, то есть с Израилем были прекрасные отношения в силе управления Джорджа Буша-младшего. Он на такие заявления не шел, потому что, еще раз говорю, он понимал, что у Соединенных Штатов два партнера. Израиля, арабский нет. Между ними нужно каким-то образом, так сказать, балансировать. Заявление Трампа было с радостью встречено в Израиле, однако в Палестине и арабских государствах этот шаг восприняли негативно. Существует опасение, что он может вызвать новое палестинское восстание против Израиля. Президент Турции Раджи Придаган заявил накануне выступления Трампа, что в случае признания США Иерусалима столицей, Турция разорвет дипломатические отношения с еврейским государством, заявил Ардаган. Иерусалим – это красная линия для мусульман. Я не думаю, что именно дело завершится разрывом отношений, хотя действительно ситуация очень острая. Турция – это один из, так сказать, основных партнеров, в том числе партнеров по военному блоку НАТО. Конечно, для США это будет существенным просчетом политическим. И вообще, нужно сказать, абсолютно четко, конкретно, без каких-либо двоякостей, то есть такое заявление, которое Трамп сделал по поводу Иерусалима, оно, конечно, израильтянам очень радует, но для американцев это существенный политический просчет. В российском парламенте шаг Вашингтона назвали игрой с огнем, выразили опасения, что это может взорвать обстановку в зоне палестинско-израильского конфликта. Конечно же, сейчас у израильтян эйфория, радость, то есть они добились того, что они химисты добивались. У арабов и палестинско-другое настроение, и, конечно, они будут каким-то образом противодействовать. Но, естественно, как только они начнут противодействовать, а у Израиля есть политика ненесения асимметричных ударов, то как раз мы получим, наверное, эскалацию конфликта из палестина-израильского. Это, скорее всего, будет самым ближайшим первым следствием. Если Соединенные Штаты в спешном порядке каким-то образом не внесут коррективы, а это тоже возможно. Стоит отметить, что заявление Трампа раскритиковали лидеры европейских государств, представители международных организаций, включая Генсека ООН. Сразу 8 стран – это Боливия, Египет, Франция, Швеция, Италия, Сенегала, Соединенное Королевство и Уругвай – потребовали созвать экстренное заседание Совбеза ООН по этому вопросу. Диана Ишилова, Универньюз. 7 декабря ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров и директор Института международных отношений истории и востоковедения Рамиль Хайруддинов приняли участие в открытии Центра «Исламиком» в Институте востоковедения Российской Академии Наук. На церемонии состоялось подписание меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве. Стороны обязались развивать взаимодействие в сфере международного сотрудничества с научными, образовательными и культурными центрами Ирана и России. Также 7 декабря ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров принял участие в заседании Совета ректоров России, который проходил в Москве. В Совете подвели промежуточные итоги международного рейтинга «Три миссии университета». Кроме этого, обсудили шаги по реализации стратегии научного технологического развития России до 2030 года. А теперь к остальным новостям. Присуждение сразу двух премий «Юрист года-2017» и российской юридической премии имени Габриэля Шершеневича прошло в Казанском университете. В императорском зале наградили лучших юристов. Всех присутствующих поздравил президент Республики Татарстан Рустам Мениханов. В центре событий побывала и наш корреспондент Анна Глазунова. Вручение премии «Юрист года» и российской премии имени Габриэля Шершеневича состоялось в императорском зале Казанского федерального университета. «Юрист года» – это высшая юридическая премия. Ежегодно лауреатами этой премии становятся юристы, которые внесли значительный вклад в развитие юриспруденции в Республике Татарстан. Поздравить татарстанских юристов приехал и президент Республики Татарстан Рустам Мениханов. Неслучайно для вручения премии в области юриспруденции выбран Казахстанский федеральный университет. Альбоматор для многих из вас. За 10 лет работы в Татарстане Ассоциация стала действительным инструментом гражданского общества. Его создание открыло дополнительные возможности для эффективной профессиональной деятельности. Награждение проходило в пяти номинациях – правовое просвещение, правосудие. За преданность юридической профессии, за оказание бесплатной юридической помощи, защиту прав и свобод человека и гражданина. Вручение премии состоялось в рамках съезда Татарстанского регионального отделения Ассоциаций юристов России. Анна Глазуновлина, Давлетьяров, Универньюз. Казанский федеральный университет посетила делегации Республики Мальта. С какой целью прибыли делегаты и планируется ли сотрудничество с КФУ, вы узнаете в следующем сюжете. 7 декабря в Казанский федеральный университет с визитом прибыла делегация Мальты во главе с чрезвычайным и полномочным послом в Российской Федерации Кармелом Бринкотом. Гостей встретил проректор по внешним связям КФУ Линар Латыпов. Визит начался с экскурсии в музей истории Казанского федерального университета. После нее делегация встретилась с руководством вуза, где состоялась презентация университета. На встрече обсуждались вопросы сотрудничества Казанского федерального университета и вузов Мальты. Мы планируем установить сотрудничество между нашими университетами и найти общие сферы для исследований различных проектов. Мы хотим наладить сотрудничество с Казанским университетом, поскольку считаем, что образование является базой всех человеческих отношений, которые помогают развивать сотрудничество и улучшать взаимоотношения между странами. После встречи с руководством было запланировано знакомство делегации Мальты с медициной Казанского федерального университета. Гости посетили симуляционный центр и лабораторный комплекс. Артем Тупичкин, Ленардо Влитяров, Универ Ньюс. Состоявшийся в Казанском федеральном кейс-чемпионат еще раз наглядно показал, что современные подростки не только интересуются геологией и нефтегазовым делом, но и самостоятельно изучают данную науку, ведь в школах ее не преподают. Каких результатов добились ребята исключительно благодаря своей усидчивости, выяснила Аделя Шамилова. Что ни говори, мы проживаем в уникальном регионе, природные условия которого неизбежно меняются. И теперь, насколько прогрессивная геология будет развиваться, во многом зависит от подрастающего поколения, которое уже активно проявляет неподдельный интерес к данной науке. Об этом хорошо свидетельствует состоявшийся в стенах КФУ республиканский кейс-чемпионат. Это чемпионат, где предлагаются ситуационные решения. Они получают реальную геологическую задачу, о которой им нужно решить, продумать все стадии решения. Мы проводим очень большую работу по школьникам, чтобы школьники не просто приходили, скажем, к нам несут геологию нефтегазовых технологий на слово «нефть». Вот хочу быть богатым, хочу быть. Это неплохо, это хорошая такая мысль. Но, в принципе, мне бы хотелось, и нам бы всем хотелось, чтобы эти ребята, которые приходят к нам на первый курс, они интересовались бы геологией. По крайней мере, в данный промежуток времени это просто мой интерес, мое хобби. Но в дальнейшем, конечно же, я могу передумать и пойти более глубоко в этой сфере. Но вот дилемма, откуда ребята могут узнать геологию до необходимого уровня, чтобы не побояться попробовать свои силы на республиканском чемпионате. Ведь в школах, как правило, данную науку не преподают. Мы попробовали разобраться в этом вопросе. Достаточно большое количество детей проявляет интерес. Вот в данный момент у нас в институте, при институте есть 39 базовых школ из 22 муниципальных районов Торстана, где идет подготовка и на геологию. Как нам стало понятно, качество инженерных кадров является определяющим фактором конкурентоспособности не только самого специалиста, но и нашего государства. Инженерный чемпионат является дополнительным этапом формирования профессионализма будущих специалистов нефтяной отрасли, промышленности. А вузу и компаниям позволяет объединиться в рамках подготовки инженеров будущего. Аделя Шамилова, Роман Самарин, Универньюз. Это все новости на сегодня. До встречи в следующем выпуске новостей. С тобой был Оскар Галимов. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok